включите определитель номера в пару кликов в приложении яндекс и отвечаете только на важное определитель номера номер один по мнению российских пользователей друзья здравствуйте когда люди расстраиваются из-за упущенных возможностей они часто слышат ну ладно тебе в море полно рыбы то есть в жизни будет еще много шансов все исправить также много шансов как рыбы в водоемах и действительно ее там много рыбу ловят едят рыбалка стал популярнейшим хобби помимо нее люди покупают дорогущие туры чтобы там нырять и смотреть на обитателей кораллов которые снуют туда-сюда ну или едут ближайший океанариум чтобы развлечь ребенка или успокоиться самому глядя на акулу за стеклом который точно не съест по статистике в рыболовстве занято более 40 миллионов человек по всему миру и это просто прикидки никто не знает сколько человек рыбачит свое удовольствие или для выживания хотя есть и такие конечно а количество людей которые заняты в смежных отраслях в рыбных производствах это даже примерно не посчитать рыбы появились на этой планете задолго до нас с вами они одни из самых древнейших обитателей земли поэтому в каком-то смысле имеют право относиться к нам как к новым но очень наглым жильцам которые не дают рыбе спокойно жить если бы это был новый выпуск диалогов о рыбалке мы сегодня обсуждали на что стоит ловить судака или там что лучше фидер или спиннинг но мы в этом ничего не понимаем мы расскажем о другом о том как рыба создала человека как она развязывала крупнейшие конфликты и войны как открывала новые земли и страдала от собственной востребованности и все это делала рыба абсолютно молча это новый выпуск нашего цикла просто вещи которые мы как обычно делаем вместе с сашей файбом его youtube канал многие из вас уже знают и смотрят но я все равно оставляю ссылку на него в описании к этому ролику неважно рыбак вы или нет считаете ли вы четверг рыбным днем исходите ли с ума от селедочки с лучком пришло время истории рыбы мы начинаем установить точный год или хотя бы век когда человек познакомился с рыбой невозможно люди или точнее сказать человекоподобные обезьяны начали есть рыбу как только стали всеядными можно лишь включить воображение вероятно наш дальний предок шел возле какого-то водоема и обнаружил рыбу лежащую на берегу так состоялась встреча которая изменила историю человечества мы можем спорить с марксистами но энгель свое время подметил точно охота и рыболовство создали современного человека первым настоящим рыбаком стал человек прямоходящий 800 тысяч лет назад он уже пользовался копьями и готовил еду на костре рыбалка тогда выглядела иначе чем сейчас от рыбака требовалась недюжинная реакция попробуй попасть камнем или копьем в проплывающую рыбину больше то снастей никаких нет человек всегда стремился к источником воды не только чтобы утолить жажду но и чтобы полакомиться полакомиться обитателями водоемов почти все места обитания человека времен каменного века находятся у воды более того историки утверждают что среди тех гор костей которые нашли на стоянках древнего человека доля рыбьих костей могла достигать 80 процентов даже самые древние наши предки могли бы себя назвать пескетарианцами почему так мы привыкли к классическим пасторальным пейзажам группа траглодитов загоняет мамонта или олени чтобы полакомиться мясом но такое случалось редко охота на крупную дичь требует больших усилий к тому же при встрече с мамонтом ты рискуешь отправиться к праотцам не успев нанести ему серьезный ущерб рыба в этом смысле гораздо удобнее и рисков меньше никто не любит рисковать понапрасну и наши предки думали точно так же какая рыба первой появилась на столе человека звучит как вопрос на которой невозможно ответить но мы попробуем человек вышел из восточной африки очевидно первый его улов состоялся в тех краях волдувая сейчас это в танзании находили кости в основном двух видов рыб это тилапия и сом они достаточно быстро начали менять человека благодаря рыбе люди поняли что нет нужды постоянно передвигаться от места к месту если ты ешь растение тут и очень быстро очистишь всю близлежащую территорию от съедобного рыба особенно речная и озерная позволяла долго оставаться на одном месте искусственные пруды со специально разведенными карпами тогда еще не изобрели именно рыбе человек обязан тем что сделал первые робкие шаги к оседлости и это еще не все однажды когда человек ел рыбу к нему подошел любопытный волчонок он почуял сильный запах и тоже хотел полакомиться добычей удивительно но человек это ему позволил так начался процесс одомашнивания собаки кошки пошли по этому же пути но позднее уже в эпоху земледелия человек с рыбой стал гораздо более выгодным партнером для животных вспоминается мем про волка который рассуждает у человека есть костер что может произойти плохого если я подойду погреться у костра может случиться рыба и вот ты уже не волк а мопс когда сформировались цивилизации великих рек они сами приносили человеку свои дары давайте не забывать что люди жившие возле нила питались не только чечевицей горохом и хлебом и вот тут важный момент как относились к рыбе египтяне может показаться удивительным но рыбы было так много что ее перестали ценить египетская элита брезговала рыбой а жрецам запрещалось ее есть рыбу считали нечистым продуктом вы почувствуете разницу когда мы заговорим о христианской европе наконец подытожим совсем древнюю историю рыбы одним простым фактом человек вышел в море и океаны впервые именно за рыбой они для того чтобы открывать новые континенты в погоне за рыбой пришлось погрузиться в ее же стихию и для этого надо было сооружать платы и лодки так возникли первые водные цивилизации сегодня для того чтобы развивать бизнес доступно огромное количество полезных сервисов с их помощью стало проще наладить бизнес-процессы и конечно организовать работу внутри команд но нужно где-то хранить пароли от этих сервисов и как-то делиться этими паролями с коллегами для этого я рекомендую вам использовать пасворк это корпоративный менеджер паролей который решает сразу несколько важных задач во первых все доступа от сервисов будут храниться в надежном месте а сотрудники смогут быстро находить нужные пароль с компьютера или через мобильное приложение во вторых вы будете контролировать все действия проверять кто какой пароль открыл кто скопировал или передал а также следить за выполнением требований по информационной безопасности все это поможет избежать взломов и утечек данных еще один важный момент пасворк это российский продукт который есть в реестре минцифры поэтому уже сейчас его используют сотни крупнейших российских компаний не теряйте время и позаботьтесь о сохранности важной информации уже сегодня ссылка на пасворк ждет вас в описании переходите с греками случилась та же история что и с египтянами в афинах испарте рыбу презрительно считали едой для бедняков логика очень простая самые распространенные самые дешевые еда не может быть престижной гомер в илиаде рассказывает как герои едят мясо и хлеб но брезгуют рыбы с началом эпохи колонизации ситуации меняется греки стали частенько ходить в черное море в поисках рыбы еще больше их интересовала рыба из ближайших рек геродот пишет что река борисфен нынешний днепр славится очень вкусной водой а местная рыба считается основным лакомством этой рыбы был осетр именно днепровский осетр был той самой престижной рыбой которую жаждала греческая элита речная рыба стала одной из ключевых статей экспорта при черноморских колоний но первенство было у другого вида который считается морским золотом средиземноморья я говорю про тунца тунец обыкновенный рыба очень большая он может быть длиной четыре с половиной метра и весом ну например до 650 килограмм тунец по праву был мы в общем остается королем средиземного моря и вызывает суеверный трепет у прибрежных народов финикийцы изображали тунца на монетах один из главных богов догон обладал телом рыбы кстати лавкрафт с его догоном покровителем людей амфибий ориентировался как раз на финикийское божество пока греческая цивилизация строила колониальную империю финикийцы активно развивали свою весь североафриканский берег был усыпан их малыми и большими поселениями финикийцам по слухам опять же удалось даже достичь америки но делали они это не просто так их интересовали день историки считают что главным источником прибыли для финикийцев стала ловля тунца и вот знаменитый финикийский портовый город карфаген который как известно должен быть разрушен быстро богател именно за счет тунцовой торговли благодаря рыбе он стал настоящей жемчужиной западного средиземноморья все более влиятельный рим это конечно раздражало и не устраивал конфликт между двумя сильнейшими государствами региона был неминуем и вот мы подходим к пуническим войнам некоторые историки называют их мировой войной античного мира они затаскивали в круговорот насилия практически все народы большинство народов региона и ставили перед выбором вы друзья определитесь вы либо за карфаген либо за рим на двух стульях посидеть больше не получится по итогам войн которые завершились знаменитым разрушением карфагена погибло до полутора миллиона человек это сейчас огромнейшая цифра тогда это все население чтобы было понятно все население мира составлял 250 300 миллионов тунец сыграл в пунических войнах важную роль в двадцатом веке много войн велось за нефтяные ресурсы и нефть одновременно было их основным топливом с тунцом схожая ситуация он перестал быть деликатесом и стал очень популярным и доступным для европейцев соленый тунец это один из первых консервированных продуктов а раз он не портился то именно его брали с собой на войну обе стороны которым нужно было много рыбы чтобы лучше воевать и быстрее соображать так что пунические войны можно смело называть туническими ну или тунцовым главный враг рима карфагенский полководец ганнибал был из семьи торговцев тунцов поражение в первой пунической войне и потери сицилии подорвала семейный бизнес и вот ганнибал жаждет отмщения за разорение семьи сделать ему это не удалось карфаген пал а рим полностью подчинил себе рыбную ловлю важнейшей частью римской кухни был рыбный соус гарум ну казалось бы что в этом такого но римляне вплоть до падения империи можно сказать просто помешались на гаруме его пихали буквально во все блюда в некоторых регионах империи гарум вытеснил соль этот соус называли жидким золотом моря но тут римляне конечно скорее выдавали желаемое за действительное современные историки раскопали что гарум был постоянной причиной заболеваний кишечными паразитами к сожалению или к счастью скорее к счастью сегодня мы этот соус попробовать не можем рецепт потерялся современные рыбные соусы типа вустерского ничего общего с гарумом не имеют ну слушайте давайте хватит про еду теперь поговорим о пище духовной рыба проникла и туда мы сейчас не будем перечислять сотни культов и религий в которых рыба считалась священной поговорим о совсем близко сегодня если вы верующий христианин у вас наверняка есть нательный крест но история могла бы повернуться так что сегодня вы бы носили не крест а рыбу ранее христиане использовали символ рыбы для обозначения иисуса христа греческое слово обозначающее рыбу их тис использовалось как аббревиатура для фразы иисус христос сын божий спаситель плюс к этому история про двух апостолов петра и андрея они были братьями рыбаками те кому за 30 должны помнить песню группы наутил с помпилиус на стихи или кормильцева прогулки по воде с причала рыбачил апостол андрей и так далее но песня песня а евангелисты передали слова иисуса который увидел апостолов за рыбные ловли и сказал им что отныне вы будете ловить не рыбу а человека рыба стала символом крещения истинный христианин как и рыба не может жить без воды он не обретет спасение если не погрузится в воду во время обряда на христианских мозаиках в риме можно обнаружить множество изображений ранее христиане придавали громадное значение потом среди людей религиозных рыба утратила свой изначальный символизм но в качестве пищи влияние сохранила в христианском мире особенно как и любой житель мегаполиса очень много времени я провожу в пробках и чтобы не тратить время зря в пути стараюсь слушать как можно больше книг подкастов об исторических событиях удобно что сейчас для того чтобы развиваться все необходимое уже есть наших смартфонах аудиокниги лекции от экспертов документальные фильмы в общем все на любой вкус получать полезные знания и прокачивать навыки теперь гораздо проще главное позаботиться о том чтобы скоростной мобильный интернет всегда был под рукой у меня на этот случай для вас есть рекомендация если хотите всегда оставаться на связи и пользоваться скоростным интернетом на выгодных условиях подключайтесь к мегафону и получите возможность самостоятельно настроить свой тариф для этого у мегафона есть мега силы на всех тарифах без переплат благодаря мега силам можно самостоятельно выбирать полезные опции без лимита на видео музыку соцсети и многое другое как это работает те кто работают с телефоном могут увеличить скорость интернета до 50 процентов а для тех кто любит смотреть кино в мега силах есть опция с неограниченным интернетом на просмотры в онлайн кинотеатра активировать мега силы нужно именно вам можно в мобильном приложении мегафоны сменились интересы мега силы спустя месяц можно поменять я уже подключил себе мега силу ускорению интернета и без лимит на видео теперь все видео летают ролики грузится мгновенно и в неограниченном количестве прокачиваете и вы свои мега силы с мегафоном подробности о выгодных настройках тарифов можно узнать по ссылке в описании переходите прямо сейчас по одной из легенд король артур верхом на спине большого лосося приплыл в город глостер есть другая легенда в 7 веке рыбаки привели на место закладки новой церкви необычного человека он называл себя святым петром покровителем рыбаков именно на месте этой церкви будет построена висмистерское аббатство один из открыточных символов англии мы привыкли к тому что британия это родина промышленной революции место где гигантские пастбища овец буквально изживали мелких крестьян до нищенского статуса но была и другая британия более древняя та которой монахи 8 века писали что страна переполнена лососем и угрями это не преувеличение в те времена лосось часто заменял деньги есть записи о том что ренту платили натурой то есть рыбой к примеру лорд глостера получал в качестве дани тысячу лососей в год ситуация не поменялась и после норманов лосось считался ценнейшим богатством англии и вот тут можно сказать но это же просто какая-то рыба с чего такой пиетет все дело в христианстве средневековая европа это общество сугубо религиозное здесь не стоит вопрос ходить в церковь или нет если ты не посещаешь приход ты не часть общества ты изгой чужак и разговаривать с тобой не о чем когда папа римский григорий седьмой отлучил от церкви императора священной римской империи генриха тот был вынужден приползти к папе и стоять на коленях зимой на голой земле несоблюдение религиозных норм было абсолютно недопустимо это касалось и поста разрешалось есть только так называемую холодную пищу и вот такой хитрый ход рыба из воды поэтому ее тоже отнесли к холодным еще одно исключение сделали для мяса кроликов трюк провернули 7 веке когда папа римский официально объявил кроликов рыбой так кроличатина тоже стала постной но вернемся к рыбе настоящей католицизм взвинтил ценность рыбы как продукта все пятницы великий пост и религиозные праздники составляли чуть ли не половину года и все это время основным продуктом питания оставалась рыба обладаешь рыбой значит владеешь богатством за ней начали гоняться английские короли они пытались установить монополию на рыбную ловлю если ты попытался бы охотиться на кабанов в королевском лесу тебе могли отсечь голову с реками то же самое короли перекрывали русло реки так чтобы рыба не доставалась всяким простолюдинам и тут случилось невероятное событие в позднем средневековье короли выходят на пик могущества они собирали земли вытесняли феодалов и так было почти везде но только не в англии король иоанн безземельный провалился как управленец и настроил всех против себя чтобы уцелеть ему пришлось идти на уступки так была подписана великая хартия вольностей это важнейший документ для истории англии он устанавливал права и свободы феодалов и других сословий создавалась структура которая потом станет английским парламентом по сути основы правового общества а знаете что еще было в великой хартии она запрещала королю перегораживать реки рыба объявлялась доступной для вылова для всех будущем короли изощрались как могли но на вылов рыбы они больше не посягали а шотландский король объявил смертную казнь для всех кого трижды поймали за рыбалкой не в сезон правда шотландцам не запрещалось рыбачить на английских реках чем они спокойно пользовались подобные жесткие законы и забота о рыбном хозяйстве давали результат британия долгое время сохраняла популяцию рыбы в своих реках в 18 веке автор робинзона круза даниэль дефо отправился в путешествие по родной стране если почитать его путевые заметки то создается впечатление что вокруг сплошные рыбные промыслы то разговоры с рыбаками которые научили своих собак прыгать в реку за рыбой то рынке с горами лосося дефо путешествовал не для того чтобы писать про рыбу это получалось само собой остров был переполнен народом который питался лососем торговал лососем и зарабатывал на лососе настоящий лососевый бум но им все не ограничивалось давайте из средневековой англии откатимся немного назад в пятый век нашей эры район северного моря римская империя на западе рушится в британии галлии полный хаос и анархия а скандинавии местные народы смекнули что настало их время несколько лет назад ученые исследовали днк останков рыбы найденный в северной германии результаты их поразили она была выловлена на севере британии в 400-х годах никто представить себе не мог что в те времена кому-то могло взбрести в голову ходить на такие расстояния ради рыбы делали это предки викингов с 8 по 11 приблизительно век скандинавы были настоящим проклятием европы их набеги и завоевательные походы полностью перекроили карту континента и все это возникло не на пустом месте тренировались они на торговле и рыбные ловли они проводили много времени на рынках южных стран пытались разобраться как все устроено и заодно закупали товары для продажи на родине через сотни лет эти знания и навыки они использовали для грабежа но грабителями и воинами были не все для других главное оставалось рыбная ловля поэтому куда шла рыба туда шли и люди скандинавы двигались на запад как только удалось достичь исландии они нашли богатство за которым так стремились это было не золото не серебро и даже не овечьей шерсть это была атлантическая треска десятом веке в погоне за рыбой скандинавы достигнут берегов гренландии в то время это была не земля в ледяной корке а действительно кусок края посреди морского ада но скандинавы не успокоились и уже викинги отправляются еще дальше десятом веке задолго до колумба в поисках трески впервые была открыта америка треска сыграла роль волшебного клубка или если угодно белого кролика который показывает дорогу викинги после эпохи набегов вновь переключились на рыбу они строили самые настоящие заводы по производству сушеной трески и торговали по всей европе но они были не единственными еще один народ вслед за косяками трески попадает в америку речь о басках как ни странно где обитают викинги и где обитают баски посмотрите на карте эти расстояния но они во многом похожи друг на друга баски прекрасные моряки и рыбаки а еще редкие смельчаки они жили небольшими общинами в пиренейских горах и до сих пор сохраняют свой ни на что не похожий язык ну и конечно они мечтают от него независимости от испании главным товаром басков была рыба и китовое мясо как у них получалось на своих суденышках убивать гигантских китов история умалчивает но даже сегодня одним из местных деликатесов остается китовая колбаса пятнадцатом веке рыба становилась все меньше и баски заходили все дальше и дальше в атлантический океан и тут кому-то из рыбаков пришла в голову безумная идея а что если пойти еще дальше его смелость была вознаграждена баски оказались ровно там же где были викинги за пять веков до этого это было побережье канады то есть баски тоже побывали в новом свете раньше колумба а вся слава все равно досталась ушлому итальянцу масштабы вылова рыбы были невероятными у басков были флотилии по 60 судов скрыть такой масштаб было сложно секрет был раскрыт свидетели в посланиях английскому двору описывали что в новых краях рыбу можно было ловить простыми корзинами англичане ждать не стали никто их на рыбный банкет не приглашал и в итоге подмяли под себя все тресковые богатства в прошлых выпусках мы не раз говорили о треугольной торговле между европой африкой и новым светом которые были основой колониальных империй так вот на севере европы не было никаких треугольников зато местные торговые связи по силе не уступали южном скандинавия канадские колонии россия все работали над максимизации вылова рыбы вырубки леса и добычи меха эти товары не считались колониальными но спрос на них был совершенно дикий 16 веку треска составляла 60 процентов всей рыбы которую ели в европе поразительно другое свое значение она сохранит вплоть до времен наполеона треска будет символом богатства она стала играть такую же роль как и тунец в античности пока весь мир шагал вперед со станками и поездами рыбная ловля как будто существовала в вакууме в начале 19 века рыбу ловили теми же дедовскими методами что и раньше при этом ее количество в морях сокращалось а риски для рыболов оставались высокими для понимания даже в конце 20 века работа рыбака оставалась одной из самых тяжелых и опасных для здоровья если вы канадский рыбак риск того что вы погибнете на работе был в три раза выше чем если бы вы были шахтером про начало века 19 и говорить нечего если экипаж отправлялся в море и не возвращался это было нормой лодки рыбаков были совсем не похожи на военный флот они были дряхлыми и часто просто тонули в открытом холодном море а спрос на рыбу только рос важной вехой стало изобретение современных консервов консервированная рыба постепенно станет едой всех бедняков без исключений армии на рубеже веков будут жить на рыбных консервах и тут публика стала задумываться а не приведет ли это к еще большему падению улова рыба просто не успевала размножаться перед тем как ее вылавливали такие вопросы начали задавать и в британии на пост главы местной рыболовной комиссии поставили генри хаксли ученого зоолога и ярого дарвиниста его называли бульдогом дарвина за абсолютную бескомпромиссность хаксли был невероятным снобом и заявлял что все слухи о сокращении популяции рыбы ненаучны и наносят ущерб производству когда рыбаки усомнились в том что хаксли прав он отвечал что рыбаки узколобые и не способны адекватно оценивать происходящее он долгие годы настаивал на том что гипотеза о чрезмерном вылове рыбы это миф хаксли не был рыбаком не разбирался в том как устроена рыбная ловля он был ученым их теологом который верил в дарвинизм как в религию а еще он верил в деньги хаксли находился на содержании у крупных рыбных компаний был настолько наглым человеком что даже не думал это отрицать когда его спрашивали не смущает ли его конфликт интересов он отвечал что человек с полдюжины детей всегда хочет получить все деньги до которых сможет дотянуться с другой стороны благодаря таким менеджером рыбная ловля стала массово модернизироваться вместо старых суденышек появились современные траулеры еще одно важное открытие это промышленные холодильники теперь рыба могла храниться неограниченное количество времени однако на рыбу повлиял не только агрессивный вылов от загрязнения страдала речная рыба сточные воды создавали целые мертвые зоны в которых умирало все живое первой жертвой индустриализации стал британский лосось ему не хватало кислорода который у него отнял человек величайшие голоса той эпохи чарльз диккенс томас карлайл джун рёскин протестовали против этого ужаса британия меняла свое богатство на грязь и смог диккенс писал что еще несколько лет еще несколько миллионов населения еще несколько тонн фабричных выбросов и новейших устройств для браконьерства и лосось исчезнет так и произошло весь речной лосось в англии вымер за сотни лет до того как сталинский нарком микоян придумал рыбный день рыба была важным элементом русской жизни иностранцы 17 века рассказывали что обыкновенная пища русских это рыба и соленая рыбья икра красная и черная не только от иностранцев но и от других источников мы знаем чем питались наши предки того времени кашей репой капусты и крупной соленой рыбы 16 веке очень популярной становится комедийная повесть о ерше ершович там по сюжету ерша в подводном царстве судят за преступление забавно что эта комедия дает понимание как выглядел рыбный рейтинг какая рыба была более ценная какая попроще главные признавались белуга ярославская семга переяславская осетр каспийский и волжский сом где-то рядом с ними находились судак и щука юмористическая литература бьется с реальными историческими фактами при иване грозном россии начинает активную экспансию на мировой рыбный на севере основана архангельск на востоке покорена казань а на юге астрахань все рыбные богатства до которых можно было дотянуться оказались в руках русского царя россия начинает массового возить рыбу и икру за границу середине 17 века всего лишь за год из архангельска на специальных икорных кораблях вывозилась рыбы и икры на 60 тысяч рублей на секундочку в те времена дорогая породистая лошадь стоила всего 2 рубля и это был не голодный экспорт когда все ценное вывозим а своих оставляем есть чисто пара цены на рыбу для жителей страны были настолько выгодными что она вытеснила другое мясо во времена грозного в центральной россии мясо забитый по соседству свиньи стоило в два раза дороже привезенный издалека деликатесной семны не забываем про постоянные православные посты и получаем закономерный итог россия буквально подсела на рыбу альтернативе и долгое время не было и надо сказать что рыба в те времена была не то что сейчас размеры осетров и белук могли напугать не привыкших к этому зевак самая крупная белуга к примеру пойменная возле устья волги в двадцатом веке весила 1200 килограмм и несла в брюхе полтора центнера черной икры за пару веков до этого такие царь рыбы были нормой а не исключение на руку россии здесь сыграл климат особенно в вопросе логистики россии страна холодная реки покрываются льдом это позволяет сэкономить на соли и создавать естественные рефрижераторы для перевозки свежей рыбы по всей стране строили специальные лодки где было большое такое своеобразное окно в окно в полу для рыбы так она в сетях и плыла до места торга зимой рыбные обозы стекались крупные города на одном из таких обозов москву приехал сын поморского рыбака михаил ломонос тем временем россия двигалась еще дальше на восток она не остановилась ни на волге не на урале пересекая сибирские реки которые были богаты рыбой первопроходцы стремились еще дальше к последнему морю к 17 веку россия выходит к тихому океану впечатление русских казаков которые повидали за свою жизнь разную рыбу было не передать словами них буквально отвисали челюсти иван москвитин писал что на тихом океане рыба большая в сибири такой нет столько ее множество только не вот запустить а на берегу рыбы так много будто это не рыба никакая а дрова в деревне ломоносов которого мы упоминали говорит что могущество российской будет перерастать сибирью но тогда это скорее было громкой фразой как в 17 веке узнали о богатствах так их никто и не трогал и в конце 19 века только камчатка и сахалин были настолько глухим краем что русских рыбаков там просто не было зато были коренные жители и японцы рыбный промысел тогда работал следующим образом из ладивостока уходили корабли с водкой они прибывали на сахали на камчатку и там местную рыбу в первую очередь киту обменивали на спирт это была не самая совершенная бизнес-модель но другой тогда не было на дальнем востоке банально не хватало рыбаков обходились бартером удивительно но ситуация поменяется благодаря поражению в русско-японской войне о которой мне не так давно вышел выпуск если вы его еще не видели посмотрите обязательно по итогам этой войны россия потеряла половину сахалина но что еще важнее япония получала широчайшие права на вылов рыбу у берегов камчат тогда российское государство наконец осознала что она потеряла в регион стали активно зазывать рыбопромышленников а как только запустили транссип тихоокеанская рыба хлынула в остальную часть страны но продлилась это недолго война и революция отодвинули рыбный промысел на десятый план потребление рыбы упала вокруг творился сплошной обрывалка собачьего сердца булгакова япония активно участвовал в интервенции пыталась расширить рыбные владения развернулась борьба за рыбу между советским правительством и правительством японский в результате советскому союзу пришлось пойти на уступ по подписанному в 28 в 1928 году договору японцы получали право ловить почти что угодно и почти где угодно за исключением пары бухты залива так продолжалось долгие 13 лет японии в стремлении стать главной силой тихого океана начала сильно зависеть от рыбной ловли советских водах если бы советский союз разорвал договор на японских островах возник бы настоящий гола тут стоит заметить что после разгромного поражения на холкинголе японцы и думать не хотели о войне с советским союзом они были готовы уступать и договариваться и вот весной 41 года в москву прибыл министр иностранных дел муцуоко японцы предлагали сталину сделку япония отказывается от рыбной ловли в советских водах а взамен получает советский нейтралитет советский союз предложил даже больше чем просили японцы токио мог обойти американское нефтяное эмбарго за счет москвы но это уже не понравилось японскому рыбному лобби муцуоко отстранили сделка так и не состоялась япония между нефтью и рыбой сделала выбор в пользу рыбы и совершила ошибку после поражения германии в 45-м япония понимала что советский союз придет за тем что было когда-то его но переговорные позиции у токио были на этот раз гораздо слабее чем 41 японское правительство было готово на унизительный шаг вот вам ваш советская рыба а вдобавок южной сахалины курилы но было поздно советские войска уже шли на дальний восток чтобы за две недели добить японскую армию и закончить вторую мировую однако проиграв в войне япония смогла победить на рыбном фронте новые условия по которым японским рыбакам нельзя было пересекать 12-мильную зону не мешали им переигрывать советский рыболовный флот дрифтерные сети собирали невероятный улов концу 50-х вылов рыбы советскими предприятиями на западе камчатки упал в сто раз по сравнению с началом десятилетия резко сократилось производство консервов начался резкий упадок всей камчатской рыбной промышленности без работы и денег осталось многотысячное население с карты камчатки с 57 по 70 год исчезли название 48 населенных пунктов в том числе тех которые существовали на камчатке веками хотя в реальности таких поселков призраков было значительно больше они угасли потом семидесятые восьмидесятые советский союз не мог участвовать на равных в большой рыбной игре но на то были не только внешние причины но и причины внутренние изначально на советский тихоокеанский рыболовный флот возлагались большие надежды для сталинского сср 30-х принципиальным вопросом был вопрос поиска денег для финансирования индустриализации у тех кто побогаче изымались ценности предметы искусства из запасников музеев обменивались на станки рыба тоже была тем товаром который можно было успешно продать за рубеж де-факто камчатская рыбная промышленность была валютным цехом огромной страны под контролем акционерного камчатского общества находилась территория больше европы но население там было всего 40 тысяч человек япония и китай обожали камчатский лосось в лондоне 30-х на прилавках можно было найти консервированную камчатскую рыбу за этой ширмой создавалось ощущение что все в порядке но это была лишь иллюзия пока советский союз наращивал темпы производства жил по плану от звонка до звонка вылов рыбы падал в тридцать третьем году улов составлял лишь половину от объемов двадцать восьмого года как же так вышло простой и банальный ответ огромной структурой камчатского рыбпрома руководили абсолютно бездарные управленцы отчетность вели кое-как план не соблюдали классическая безалаберность 3 ноября 1937 года начальник политуправления наркомата пищевой промышленности корнюшин после поездки на камчатку написал отчет там были следующие слова в порядке командировки для выполнения особого поручения товарища микояна камчатские большевики вскрыли крупную засоренность японо-немецко-троцкистскими и фашистскими бухаринско-рыковскими шпионами диверсантами вредителями их пособниками лакеями дальше можно не читать 500 человек из управления рыбного комбината были арестованы сразу часть из них расстреляли казнить за обычную безалаберность и экономические преступления было не гоже поэтому разгильдяи которые были не способны управлять производством были объявлены изменниками родины и врагами народа но тут кое-что надо уточнить многим кажется что расстрелы или точнее страх расстрела это решение проблемы ну хорошо не были эти клерки никакими бухаринско-рыковскими шпионами ведь они плохо исполняли свою работу за такое надо наказывать сейчас этих уберем поставим правильных и все станет лучше такая же логика обычно но после отъезда корнюшина по камчатке прокатились еще несколько волн репрессий тысячи человек за мелкие нарушения трудовой дисциплины отправились в лагеря благо ехать было недалеко производство встало окончательно в регионе не осталось практически ни одного адекватного руководителя рыбная промышленность ссср от такого выиграть ну никак не могла самого товарища корнюшина по возвращению в москву тоже ждали в июне 38 его арестовали а через три месяца расстреляли давайте перенесемся во времена дорогого леонида ильича брежнева и посмотрим что стало советской рыбой во времена более травоядные когда говорят о теневой экономике ссср то думают о фарцовщиках или там варки джинсов но почему-то забывают что очень крупным игроком теневого сектора была рыбная промышленность здесь работала простая логика трудно посчитать сколько рыбы было выловлено на самом деле каким бы опытным работником оба хсс ты ни был люди на производстве могли спокойно оставлять себе часть улова это считалось нормой был еще один важный момент на котором строилась коррупция в рыбной промышленности о чем-то похожем мы рассказывали выпуске про хлопок предприятия просто-напросто завышали процент потерь при обработке и за соли рыбы они рисовали какие-то невиданные стихийные бедствия на бумаге чтобы замылить коррупционные схемы объемы подпольной рыбы поражали воображение в 1955 году у заведующего холодильником восток рыб холод была такая должность обнаружилось внимание пять с половиной тонн китовой икры сегодня килограмм такой икры стоит около 7000 рублей простой заведующий у человека в холодильнике 38 миллионов на наши деньги и это лишь одно дело из сотни настоящим рекордсменом стало дело о плавбазе тунгус там нашли почти 100 тысяч килограмм сельди при брежневе в 70-е союз сотрясло первое масштабное коррупционное дело еще до хлопкового скандала при андропове целое министерство пошло под нож по результатам следствия дело получило название рыбное 1976 году по всей стране открылись рыбные магазины океан формат подсмотрели в испании одновременно с этим по всей стране велась усиленная пропаганда всего рыбного в октябре того года понятие рыбного четверга в советских столовых закрепили специальным постановлением цк кпсс рыба и морепродукты сметались с полок океанов как буквально горячие пирожки за считанные часы не казалось что все работает как надо но мало кто знал что за магазинами стоит целая теневая империя еще при вылове рыбы в каждый ящик перекладывали лишние два три кило сотни и тысячи килограммов неучтенной продукции затем продавались а средства от нелегальной торговли похищались когда клубок начали распутывать выяснилось что в него вовлечены люди при очень высоких должностях и в результате министра рыбного хозяйства ссср ишкова легендарных человек отправили в отставку а его заместителя рытого расстреляли советская рыбная промышленность страдала от множества проблем рядовые работники и руководители воровали ситуация с японским рыболовным флотом долгое время не решалась или оставалась без внимания и это равнодушие выглядит тем более странно что на другом конце земного шара одно государство в это же самое время чуть было не развязала войну с другим из-за трески ничего необычного в конфликтах из-за рыбы нет и речь не только о пунических войнах но и о локальных столкновениях ну вот в недавнем совсем прошлом например франция и бразилия спорили из-за вылова омаров а канада и испания ссорились из-за палтуса когда речь заходит о приморских странах очевидно что их экономики завязаны на вылов того что обитает моря если они не будут впрягаться за своих рыбаков то получат ситуацию наподобие дрифтерной катастрофы камчат и тут нужно небольшое пояснение вплоть до конца двадцатого века международное морское право вопрос о морских территориях государств особо не решала странам принадлежала небольшая полоска суши в пять с половиной километров все остальное вроде как свободная территория когда государство начали искать и находить ресурсы на территории морского шельфа то всем стало резко интересно кому перед будет принадлежать и так страны начали по своему хотению расширять территориальные воды примерно в таком ключе в середине двадцатого века думала маленькая исландия кроме красивых видов вулканов с труднопроизносимыми названиями и футбольной сборной у них есть много рыбы исландцы веками были прекрасными рыбаками но в двадцатом рыбы стремительно становится меньше и главное еще мерзкие соседи пытаются эту рыбу украсть у тебя буквально из подноса главным оппонентом исландии стала настоящая империя британия после второй мировой британия теряет большую часть своих колоний но самомнение как не теряет ее рыбная промышленность сильно нуждалась в атлантической треске и приходилось эту треску забирать у берегов другого государства британия совершенно не смущало исландцы стали на тропу войны 1952 году состоялся первый раунд исландии расширил свою морскую зону почти на два километра кажется это не слишком много но даже этого британия терпеть не хотела они ввели санкции против исландии и запретили им экспортировать рыбу на свои острова удар был серьезным но у страны с населением 160 тысяч человек на руках были свои козыри исландцы выбирают путь шантажа за окном идет холодная война у исландии своей армии нет но у исландии есть преимущество географическое положение очень выгодны со стратегической точки зрения мало того что это была отличная база для флота и авиации в северной атлантике есть еще кое-что поинтереснее оттуда можно контролировать проход советских атомных подлодок в сторону америки исландцы быстренько сориентировались куда дует ветер оценили свою значимость и сделали ход конем исландия первый из стран нато заключила торговый договор с советским союзом страну советов отправилась исландская треска а взамен на острова пошла нефть лес и автомобили договор кстати просуществовал до 1991 года и строго соблюдался американцы понимают что это же не дело они начинают скупать исландскую треску и мотивировать другие страны нато делать то же самое по сути вместо британского рынка исландия приобретала сразу и советский союз и рынок сша санкция английские оказались бесполезными в 1956 году британия сдалась она признала новую морскую зону собственностью исландии и все ограничения сняла но это был только начало следующие 22 года исландии британии будут играть в кошки-мышки с применением военного флота в 58 году исландии расширила свою зону в три раза в море начались реальные прям столкновения между исландской береговой охраны английскими моряками 7 старых суденышек исландцев будут гонять британцев настолько долго и успешно чтобы берегам страны придет целый британский флот 53 военных корабля новейшие фрегаты и эсминцы и тут исландцы снова больно щелкают англичан по носу они не смогли остановить вылов но заставили британцев постоянно держать огромную скадру чтобы мешать исландским провокациям для затухающей империи это было абсолютно не по карману правительство исландии стало угрожать выходом из нато население было за поддержал исландцев как вы думаете кто ну конечно советский союз поэтому он предвкушал импорт трески и раскол западного лагеря американцы снова надавили на великобританию и новую расширенную морскую зону у исландцев с горем пополам утвердили стоит ли говорить что потомки викингов почувствовал запах крови вслед за предками снова начали грабить британцев третий раунд начался в семьдесят втором году теперь никаких 22 километров исландцы требовали зону в девяносто три километра и не меньше тут уже от наглости обалделика все британцы американцы остальные страны нато и даже советский союз со своими союзниками по соцлагерю все понимали что он часа кэш беспредел ну-ка кроме исландцы все понимали исландцы нашли новых друзей бывшие африканские колонии которые мечтали нагадить лондону радикалы из ирландской республиканской армии предложили исландцам в качестве помощи организовывать диверсию на британских судах надо отдать должное исландцам они отказались все началось по новой исландские патрульные лодки гоняются за британскими а теперь еще и за немецкими траулерами британцы уже не могут терпеть такого оскорбления и британцы облицовывают носы кораблей деревом закрашивают название и подключенный на полную громкость гимн правь британия морями таранит исландскую береговую охрану тогда исландцы делают еще один гениальный шаг раз мы не можем заставить британцев убраться к себе на остров давайте хотя бы лишим их улова исландцы подрезали английские сети и быстро уходили прочь траулер оказывался совершенно бесполезным и был вынужден возвращаться в порт пустым вскоре на выручку рыбакам пришел британский флот который усвоил уроки и вот тут точно кажется что все уже хорош наигрались исландцы но исландцы помнили что шантаж бывшей империи это национальный вид спорта они вывели на улице тысячи граждан которые призывали выйти из нато и выгнать вон американских солдат с острова сша в итоге еще раз прогибаются и компромисс находится исландцы получили не 93 километра 80 с половиной британцам разрешалось рыбачить внутри зоны но не ближе чем на 22 километра компромисс но очевидная победа исландцев 30 свою пользу однако исландцы поняли что пока гнется надо гнуть дальше в 1975 году исландии в одностороннем порядке расширяет свою исключительную экономическую зону сразу на 370 километров и давай по новой гонять британских рыбаков англичане взвыли их рыбная промышленность уже дышат наладом закрытие доступа в исландские воды ставила большой крест на всей промышленности количество рыбы в морях упала до критических отметок это знали все и отступать никто не хотел исландцы опять стали резать сети британских рыбаков а великобритания снова направил туда военно-морской флот это была уже не объявленная война стороны периодически шмаляли друг в друга из орудий одних только таранов за год было 55 штук вновь как по накатанной по стране прокатились протесты против нато на митинге в рейкявике собралось 10 тысяч человек это при том что столице жило от силы 80 тысяч отношения между странами были обрушены в июне 75 года была в этой истории наконец поставлена точка британцы признали исландскую трехсот семидесяти километровую зону в обмен исландцы великодушно разрешали в течение шести месяцев 30 английским судам выловить не больше 30 тонн рыбы эти события которые назвали тресковыми войнами нанесли страшный удар по британской рыбной ловли впервые за почти шесть столетий английские рыбаки оказались не у дел вся производственная цепочка сгорела в одночасье такие города как хал гримсби флитвуд практически обанкротили знаменитые английские fish and chips стали недоступны для многих все звучит как анекдот но задумайтесь больше двух десятков лет две страны союзницы по нато ненавидят друг друга из-за какой-то трески исландия показала что не готова ради союзников по альянсу жертвовать своими интересами подарил нам яркую историю о том что нужно бороться несмотря ни на что а еще доказала что наглость это и правда второе счастье а что с треской ее популяция к сожалению так и не восстановилась сегодня рыба находится под угрозой исчезновения хотя в красной книге ее пока не ну сегодня мы не стали нагонять жути всякими страшными историями никакого рабства голода мировых войн есть не считать пунических или тунических но даже они были или очень давно ну или такими как тресковая суть истории про рыбу не в том какая она полезна это и так понятно если вы посмотрите на островные страны то поймете они бы без рыбы просто не выжили даже на руси в случае не урожая люди бежали в рыбные места рыба в реках морях и озерах играла роль своеобразного естественного огорода то есть гарантированной еды я обычно этого не делаю но сейчас от лица всей команды хотелось бы сказать следующее когда мы говорили про наших прошлых героев то чаще всего говорили про вещества я имею ввиду химический элемент ну или растение но рыбы это живые создания как и мы с вами они дышат они растут и они умирают согласно красному списку международного союза охраны природы 5 процентов известных видов рыб находятся на грани исчезновения полное вымирание видов это не просто маленькая проблемка она приводит к нарушению пищевых цепочек ну а дальше эффект домино одно ведет к другому на протяжении веков человек относился к рыбе как к данности к тому что навсегда будет рядом вечно мы начинаем ценить что имеем только когда есть огромный риск это потерять поэтому не стоит относиться к рыбе как просто вещь мы с большим удовольствием прочли комментарии к выпуску про хлопок где вы делились своими историями про то как собирали урожай к этому выпуску сам бог велел поделиться с остальными зрителями вашими веселыми или грустными историями про рыбалку ждем ваши комментарии до встречи